Илья Пономарёв Потому что в отличие от очень многих, ну скажем так, неграждан Америки, вы провели достаточно долгое время в Америке и могли, что называется, как это, большой видится на расстоянии, но хоть и не на расстоянии, но с точки зрения там невовлечённости процесса, вы могли наблюдать, как всё это происходило. Ну, выборы закончились, дело-то прошлое, но вот по последней информации всё-таки продлили пребывание национальной гвардии в Капитолии ещё на два месяца, и даже в ближайшее время отменяли некоторые заседания, потому что опасались штурма, и об этом всерьёз писали американские средства массовой информации. Илья, ну вот жизнь после выборов в Америке, вот как она нормализовалась, или по-прежнему вот такое количество охрады на улицах и всё, и по-прежнему есть какое-то напряжение, или всё-таки уже как-то это в нормальные какие-то... Нет, я скажу честно, что вообще вот годы при Трампе, они очень сильно для меня поколебали веру вот в ту политическую систему, при том, что я всегда считал, ну, моя была всегда позиция, что нету идеальных систем, да, и у каждой есть свои плюсы, есть минусы, но всегда надо учиться, да, то есть надо учиться у того, что у людей получается, что хорошо, что плохо, особенно надо учиться на ошибках чужих. И есть чему поучиться у любой страны, на самом деле, и Украины в том числе. Но Америке, конечно, в плане строительства всех политических институтов, это всё очень важно. Но вот эти вот годы, это было просто какой-то кошмар, потому что я видел стремительную деградацию средств массовой информации, прежде всего. Именно как раз не политических институтов, а политические институты выдержали Трампа, да, то есть Трамп абсолютно контрсистемный политик, который осознанно бросал вызов системе, и в конечном итоге система его победила. Что для меня плохо, при том, что мне очень не нравятся взгляды Трампа, они совсем правые, я левые. Но, конечно, мне было интересно смотреть, как человек борется с системой, потому что я тоже считаю, что с системой надо бороться, это полезно для общества. Но в итоге система победила. Но она победила его при полной поддержке средств массовой информации, которые на это время совершенно отказались от принципа объективности в освещении событий, какой-то взвешенности от стандартов журналистской этики и подходов. Вся страна была наводнена, на самом деле, с обеих сторон какими-то конспирологическими теориями, передержками, то есть вот этими фейк-ньюсами, про которые говорил сам, слово там Трамп закинул в обиход. Но на самом деле это правда. Они все говорили какую-то полную ерунду. Ну и, конечно, вот квинтэссенция, эти выборы. Если бы не пандемия, Трамп бы их выиграл бы 100%. Я в этом абсолютно убежден. Делал этот прогноз, когда мы здесь с вами сидели до этих самых выборов. И сейчас, вот уже сколько прошло, с момента голосования, 4 месяца, по социологии больше трети американцев считают, что выборы были украдены. Такого никогда не было. Всегда американцы в свою систему верили. И, да, недовольны. Один проиграл, другой проиграл. То есть общество американское последние несколько десятилетий всегда было расколото примерно пополам. То есть 40% демократы, 40% республиканцы и 20%, которые, собственно, решают исход между ними. Но все время выборы заканчиваются с маленьким разрывом. 55 на 45. Вне зависимости от того, какие кандидаты. Но проигравшая сторона принимает итоги выборов. И никогда не было такого, чтобы какой-то значимый процент населения говорил, что выборы были украдены. А сейчас больше трети. Это колоссально. То есть как-либо продолжают так думать. Конечно. И это никоим образом не уменьшается этот процент. А с чего ему уменьшаться? То есть какие-то доказательства того, что нет, все было по-честному. Но это же конспирологическое сознание. Мы считаем, что что-то было не так. Естественно, оно так и остается не так. А когда будут еще какие-то сложности в жизни, какое-то разочарование, в принципе, эта цифра может только расти, они не уменьшатся. Это колоссальная проблема для системы в целом. Именно поэтому, вот то, что говорите там про национальную гвардию и так далее. Потому что демократы отвечают на это, а у нас там был заговор, у нас там готовили пуч, не было никакого пуча, не было никакого заговора. Посмотрите на этого человека Трампа. Он в состоянии что-то организовать. Он ничего не в состоянии организовать. Он в состоянии только языком потрепать, но достаточно эффективно. Но организовать точно не готов и не может. Но демократам важно поддерживать эту теорию. Тем более, что там есть уголовные дела по захвату этого Капитоля. Они из этой мухи раздули уже такого слона, что сдувать просто опасно. Он может взорваться, это всех забрызгать. Илья, вот я знаю, что вы специалист в энергетических вопросах. И недавно, выступая со своей первой речью, Трамп обвинил Байдена, что его первые шаги в энергетике приведут к улучшению позиции России. Потому что если Америка уходит из Европы, то тогда таким образом априори укрепляя позиции России и других экспортирующих стран. А вот как бы вы это прокомментировали, особенно на фоне того, что New York Financial Times прогноз JP Morgan представила и Goldman Sachs о том, что в ближайшее время после пандемии можно ожидать роста цены на нефть, ну просто 100 долларов за баррель, это будет самое оно, а может быть даже выше. Ну, во-первых, нефть растет уже. Уже растет, конечно. И, конечно, я считаю, сейчас вот инвестировать все, что с этим связано, вполне стоит. Хотя, к сожалению, рынок массовый в это все не верит. Ну, это же тоже такая толпа, которая идет, значит, за модой. А поскольку средства массовой информации, они, значит, людям говорят про всю эту зеленую энергетику, там электромобили, там и все прочее. Вот, люди очень неохотно инвестируют в традиционные углеводороды, хотя сейчас вот просто самое время это делать и всем это советую. И Трамп, к сожалению, абсолютно прав в том, что он говорит. И он был прав, когда это была его избирательная кампания, потому что в ходе своей избирательной кампании, там, помните, был момент на дебатах, когда он говорил, Трамп говорил Байдену о том, что вот вы, там, находясь в Пенсильвании, значит, вы, там, будете закрывать рабочие места нефтяников, которые тут работают, значит, в этой самой Пенсильвании. Байден, да нет, да я никогда, да разве это будет, то есть, да вы что, то есть, да вы же это прямую говорили. Да ничего я такого не говорил, хотя он говорил. Вот, и в итоге, естественно, что произошло? Это одно из первых решений Байдена в должности президента, собственно, он закрывает эти рабочие места. Да, как, собственно, Трамп и говорил в ходе дебатов, ну, с точки зрения демократического избирателя, они это и хотели. То есть, они считали, что, то есть, грязная энергетика, старая, значит, там, значит, выбросы, СО2 и все прочее, а вот зеленое, это, то есть, хотя, на самом деле, тут все, мягко говоря, неоднозначно, какая из этих энергетик более экологически чистая, какая менее экологически чистая, потому что это просто вопрос, где происходит загрязнение, да, нисколько. Этого самого загрязнения на одной электростанции или, значит, там, распределенные автомобили, которые ездят. Ну, хорошо, то есть, это другой вопрос, избиратели этого хотели. Но это, конечно, удар по экономике, все эти зеленые технологии, это, в общем, налог, который, на самом деле, будет платить все общество. Это очень хорошо чувствуется, как все общество платит налог за Ахметова, и вот, значит, эти зеленые, там, станции. Когда-то Клюев это начал, там, как маленький проект, а вот превратилось вот в такую вот огромную, значит, проблему. И Байден делает и другие шаги, то есть, он там закрыл проект трансамериканского нефтепровода «Кейстоун». И это был очень важный проект не только для Америки, а еще он был очень важен для Канады. Канада Трюдо очень обиделся тогда, я помню. Для Канады, на самом деле, это вообще катастрофическое решение, то есть, просто, вся нефтяная отрасль Канады, она стоит совершенно на коленях, из-за того, что им некуда продавать то, что они производят. Америка их вытеснила, да, то есть, раньше Америка была дефицитна по нефти и газу, а сейчас она профицитна, она может экспортировать, и канадская нефть и газ стали никому не нужны. И поэтому вот эта вот труба, которая должна была соединить Канаду с Техасом, она давала бы возможность канадцам экспортировать эту самую нефть. А теперь они опять вынуждены только разоштупить ее, глюхать этот газ и больше ничего с этим делать невозможно. Продать это абсолютно некуда, поэтому для Канады это потеря просто сотен тысяч рабочих мест и миллиардов долларов в свою экономику. Это очень разрушительное решение. Путин, конечно, радуется. И тоже, как мы говорили с вами в прошлом эфире, меня спрашивали прогноз, что будет делать Байден. Я сказал, что для Путина Байден выгоднее, чем Трамп. И я, в частности, говорил, что будет смягчение по Северному потоку-2. И я все, опять, что такое, не любишь демократов? Не люблю демократов. Наоборот, но тем не менее. Потому что надо смотреть правде в глаза. Ну вот, посмотрите правде в глаза. То есть, что сейчас происходит. Путин настраивает Северный поток. Американцы говорят о том, что мы там пойдем на компромисс. Никто пока не знает, какой это компромисс. Но если Трамп собирался этот проект замочить до конца, то Байден уже говорит о том, как нам с немцами договориться о том, чтобы все были довольны. Ну, собственно, как мы с вами и предсказывали. Ну, вот еще одна интересная, я не знаю, проект, один, программа, которую запустила администрация Байдена, новая. Ну, вот для меня это, честно говоря, было неожиданно. Это, конечно, покупай американское. Ну, ладно, если там Трамп про протекционизм. Ну, Байден, это же глобализм. Это всегда вот об открытости транснациональных корпорациях. И вдруг покупай американское. Ничего себе, Илья, это что вообще на самом деле? Ну, кстати, вот в Украине запретили наши западные партнеры принять закон о локализации. Так, просто на всякий случай я бы хотела бы заметить. Ну, они вообще всегда советуют не то, что они делают сами. Это вот, на самом деле, в случае с Америкой особенно, да, то есть вот реально посмотреть все, что они советуют, это полностью противоречит их собственной практике у себя дома. Они очень редко, когда советуют делать то, что они делали у себя дома. Почему так происходит, я не знаю, но это просто медицинский факт. Поэтому их никогда не надо слушать, что они сами говорят, надо самим учиться и смотреть, что они делали. Когда инициатива исходит от самих себя, то тогда можно посмотреть, как там сделано, скопировать что-то, что-то там впрямую скопировать, что-то там переосмыслить. Но когда ты их спрашиваешь, они все время какую-то херню говорят. Я не знаю, почему. И с локализацией это правильная инициатива абсолютно, на самом деле. Мы ее делали в России и очень успешно. То есть я помню, какой был гомерический хохот, году в десятом, что ли. То есть Медведев сказал, что у нас самые большие тест-темпы роста в стране, в автомобильной промышленности. И что Россия начинает себя обеспечивать на 80% производством своих автомобилей. И там все говорят, ха-ха-ха, посмотрите на улицу. Там все ездят на иномарках, какие свои машины. То есть он про «Жигули» говорит, где он эти «Жигули» видел и все прочее. На самом деле он и говорил про эти самые иномарки, потому что их заставили собирать внутри страны. В экономику пошли миллиарды долларов налогов. И он был абсолютно прав, что эта отрасль резко выросла. Потому что все были вынуждены открыть производство. Если сначала там привозили готовые машины, комплекты практически целиком. Машин там, колеса прикрутить. То в итоге они перешли на более глубокую сборку. И все это было абсолютно нормально. Это действительно рабочие места и все остальное. То это правильная абсолютно инициатива. И, конечно, иностранные лоббисты будут ей сопротивляться. Но им надо просто реально давать пинка. Это очевидно, что противоречит иностранным интересам. Но это то, что нужно для своей экономики. Просто есть разница, глобалисты или не глобалисты. Конечно, демократы больше глобалисты в этом плане. Но в Америке все немножко перекручено. Демократы в нашем понимании, европейском, занимают более социал-демократическую позицию. А республиканцы состоят из правых консерваторов и неолибералов. Хотя неолибералы есть и у демократов. Что я говорю, это перекрученная такая история. В любом случае, изначально республиканцы были за то, что был минимум государства. И, соответственно, минимум государства во всех вопросах. И с точки зрения таможен и всего прочего. А демократы, по идее, то, что было больше государства. И, по идее, тема протекционизма, она должна быть их. При Трампе вообще сейчас все поменялось. Потому что Трамп пришел как настоящий антиглобалист. И он вел жесткую протекционистскую позицию. Но она сработала. И она означала возврат в Америку рабочих мест и так далее. И Байден не может это не учитывать. Что если он будет этот вопрос сворачивать, то он будет терять поддержку избирателей. Поэтому, с одной стороны, они возвращаются во всевозможные глобальные торговые соглашения. А с другой стороны, говорят, что американское производство очень важно. Но я думаю, что, конечно, политика Трампа в этом отношении была более эффективной, чем она будет у демократов. Именно потому что есть вот эта идеологическая история. Но на нынешнюю администрацию будет давить левое крыло демократической партии. Сандерс, Ворон, Кортес и многие другие. Они будут заставлять действительно локализовывать производство. И теперь, конечно, традиционно к взаимоотношениям между Штатами и Россией. Потому что многие же говорили, что придет Байден, Байден придет, порядок наведет. Как-то так это звучало. Но мы увидели, что с приходом Байдена во время еще формирования администрации Россия стала делать достаточно жесткие заявления. Вот в лице Лаврова так точно, он дал несколько больших, развернутых интервью, где разложил все по полочкам, как Россия вообще видит мир. И эти интервью были достаточно жесткие. То есть они звучали так, как, ну если хотите, что мы готовы действовать с позиции силы, а вы там вообще как-то к нам пристосовываетесь. Хорошее такое слово украинское. Вот непонятно, это что было, повышение ставок или это попытка России говорить с позиции силы, потому что она думает, что ей есть, что обсуждать с новой администрацией Байдена. Это действительно желание отвернуться и разойтись с Европой, как уже неоднократно об этом заявлялось. Что это такое, как вам кажется? Ну, мне кажется, что это грамотная переговорная позиция. Повысить ставки, а потом уже торгуйся? Во-первых, да. Во-первых, то есть они оценивают демократов как людей более слабых, чем республиканцев. Я думаю, что это правильная оценка. Ну, то есть психологически это люди более слабые. Они, может быть, там более долгосрочные, более гибкие, более сложные, более стратегичные, я не знаю. То есть Трампа точно там горизонт планирования очень короткий. Вот. Но в то же самое время, то есть Трамп это наскок, это, значит, демонстрация мускулов, силы, то есть такой мачизм. А Байден это, конечно, переговоры, какие-то маневры, значит, и все прочее. Поэтому в случае с Трампом Россия демонстрировала там распростертое объятие, типа, давай до нас. Вот. Мы свои, да, то есть вот диктаторы всех стран, соединяйтесь. Вот. То в случае с Байденом, конечно, они хотят показать сначала кулак, а потом уже, значит, о чем-то договариваться. Тем более, что поскольку был срочный вопрос, связанный с продлением СНВ-3, то вот это сочетание, значит, жесткости, а тут же, значит, продляется договор и подписывается, он создает общее ощущение у всех наблюдателей о том, что тут поставили жестко и тут же договорились, и, значит, то есть люди прогнулись. Ну, то есть это такая очень выгодная в пропагандистском плане, значит, позиция, вне зависимости от того, она соответствует действительности или нет, но выглядит оно для России и для Кремля очень лестно. Поэтому, значит, это было таким образом вспомнено. Что будет дальше? Но я говорю, я все равно считаю, конечно, что для того, чтобы прогнозировать политику Байдена, надо посмотреть на политику администрации Обамы. Вы думаете, это будет схожая политика или все-таки другая? Ну, она, на мой взгляд, будет схожа по определению, потому что люди все те же самые. Вот, то есть они немножко пересели, но в целом, очевидно, что должна быть преемственность именно с той политикой. Она будет отличаться, мне всякого сомнения, потому что Обама по своему складу был более заточен на внутренние проблемы. И его там во всю эту там арабскую весну и так далее втянул этот женский коллектив, там Хиллари Клинтон, вот Виктория Нулан, там, значит, и так далее. А сам он от этого вот там стремился отойти, ну и на этом, в этом смысле сильно погорел. Потому что если бы он пытался лучше бы в этом вопросе разобраться, может быть, бы Америка бы не полезла в эти конфликты и не стало бы дестабилизировать весь Ближний Восток, то, что мы сейчас до сих пор наблюдаем в Сирии, ну и на самом деле в других странах. Это очень часто, когда ты пытаешься не вмешаться, к тебе это возвращается в десятикратном объеме. Байден, человек гораздо более заточен на внешнюю политику, это его конек, стызя на протяжении там десятилетий он этим занимался. Поэтому, конечно, он этим будет заниматься и дальше, но тем не менее его подход, он опять-таки всю его жизнь был направлен на то, чтобы быть гибким, договариваться, входить в понимание. Ведь он там с Советским Союзом тусовался с конца 70-х годов, то есть он очень громыку знал, то есть вот с Брежневым встречался. И еще в то время он выполнял функцию республиканца и ястребы, а демократы, которые могут о чем-то договариваться. Поэтому я уверен, что риторика его будет очень такая, значит, вдохновляющая для нас, для всех, а практика, я уверен, что будет гораздо мягче, чем она была при Трампе. Илья, вот я очень прекрасно помню, как мы с вами разговаривали накануне приезда Навального в Россию. И я вам хочу сказать, что все, как вы прогнозировали, собственно говоря, так и случилось. Вот эта история с разными аэропортами и все прочее. Вот, но я прекрасно помню, как вы высказались достаточно, ну я бы так сказала, ну это и было не критично. Вы просто рассуждали о роли Алексея Навального в российской истории. Ну я действительно к нему критично отношусь, да, но это не секрет. Нет, нет, ну просто это звучало так, это скорее всего было рассуждение о роли Навального, да, в истории. И я увидела, что как-то досталось вам за это от российских оппозиционеров. Вы расскажите, почему, что происходит, это почему я об этом вспомнила. Потому что это же говорит, наверное, в целом о российской оппозиции и о том, вот, что с Навальным будет. Потому что, ну, история закончилась, по крайней мере, на этот момент достаточно грустно. Просто Алексей Навальный сидит в колонии. Я не знаю, как можно вести политическую агитацию в России из тюрьмы. Я не знаю, как это возможно. Возможно, это будет эффективно, я не знаю. Ну, вот, просто... Никак невозможно вести политическую агитацию из тюрьмы. Он, возвращаясь, я думаю, отдавал себе отчет, он хочет быть там Нельсоном Манделлой. То есть он хочет, чтобы сам ход истории его вынес наверх. Никакую агитацию он, конечно, вести оттуда не может. И он, по-видимому, считал, что настал уже тот момент времени, когда нужно перейти в такую неприкасаемую позицию. То есть, что теперь, как бы, честный человек, типа, не может критиковать Алексея Навального. И это, на самом деле, действительно, это этически очень некомфортная позиция. Мы с ними рассуждаем, сидя на свободе, в прекрасном свободном городе, пьем кофе, да, то есть, вот, и нам с вами хорошо, а человек сидит в тюрьме. И это факт, да, то есть, вот, но он сам выбрал этот путь. И невозможно не обсуждать, потому что, если его стратегия верна, то он, типа, должен оттуда выйти президентом России. Ну, нельзя не обсуждать, это будет хорошо или плохо, что, вот, он станет президентом России. Если она не верна, ну, да, тем более надо это, значит, соответственно, обсуждать для того, чтобы понимать, что будет потом. А если верна, ну, то есть, я не считаю, что Алексей находится в каком-то положении, когда про него нельзя говорить. Я считаю некорректным, неэтичным и просто не по понятиям обсуждать его уголовные дела, потому что это может повлиять, это может, то есть, там, подсказать что-то властям. И вот эту тему я не обсуждаю, у меня есть свои соображения относительно того, за что его обвиняют, там, судят и так далее. Но я про это не буду говорить точно ни при каких условиях, а про то, какая его роль в политике и как общество на него реагирует, конечно, об этом говорить надо. И то, что мы сейчас видим, это, конечно, признак огромного инфантилизма общества в целом. Когда нету идей, нету идеологий, нету выстроенных политических сил. И общество пытается найти вот какого-то такого, значит, Робин Гуда, героя-одиночку, который должен в одиночку этим самым своим лбом пробить, значит, эту бетонную стену. Это то, что я постоянно слышу в соцсетях, когда мне говорят, ну, мы все понимаем про Навальный, ну, то есть, не надо его критиковать, пусть он нам, значит, пробьет этот пролом, а мы потом, значит, туда все войдем. Ну, ребята, ну, во-первых, ваша позиция тогда гораздо более лицемерна и противоречива, да, то есть, чем моя, потому что я говорю честно, что я считаю, что это вопрос. Во-вторых, я считаю, то есть, он пробивает эту стену совершенно не для того, чтобы вы туда, значит, проходили. И если он туда зайдет, то есть, он будет строить там то, что он считает необходимым построить. Поэтому ваша позиция, а, нечестная, б, очень недальновидная. И, конечно, надо думать о том, что, если уж как минимум предполагать, что человек действительно эту стену пробьет, то как минимум надо стоять очень рядом с какими-то силами, которые, значит, этот пролом бы как-то удерживали в нужном направлении, да, то есть, чтобы оттуда всякая нечисть не повылесла. Я считаю, что вероятность этого очень высока. И когда там Amnesty International лишает Навального статуса узника совести, я полностью на стороне Amnesty International, хотя я считаю, что они сделали очень тоже глупо, что они сначала его объявили. Я понимаю, как это бюрократически работает, у них есть там в России товарищ, которые, значит, сразу, да, надо, то есть, там, на Западе никто не разобравшись сказал, да, значит, надо, значит, надо, мы объявляем. А потом, то есть, они начинают читать, то есть, естественно, доброхотов, которые пишут доносы миллион, и с кремлевской стороны, и с оппозиционной стороны, его позиции же все Навального ненавидят. Это, ну, вот, среди лидеров, это там нету людей, которые были бы его сторонниками, они просто в соцсетях пишут, ой, Лешенька, какой хороший, да, то есть, а потом, значит, из-под тяжка делают гадости. Потому что я говорю, что я думаю, а там народ делает совершенно не так, к сожалению. Вот, все пишут эти самые доносы, Эмности, интернет шел с ними разбирается, говорит, боже, какой кошмар. Как мы могли. Вот, и, значит, обменяет свое решение, в итоге объективно помогает Кремлю, но они по-другому не могут поступить, потому что это противоречит их принципам, программным целям и так далее. Ну, и я считаю, там, что есть взгляды, которые могут меняться, но есть ценности у человека, которые не меняются. И поэтому, если человек, там, показывает, то есть, там, значит, на таджика во дворе, говорит, вот, сука, значит, с утра, значит, стучит по железяке, я так понимаю, скинхедов, вот, которые с ними разбираются. Ну, это относится к вопросу ценностей, да, то есть, это не относится к вопросу политических взглядов. Вот, политически он может понять, что так говорить нехорошо. И, действительно, он прекратил, соответственно, так говорить. Но если человек так думал, если он, говорит, там, встречу грузина на улице, дам ему в морду, просто потому, что он грузин, значит, во время этой самой войны. А уже, там, другие, там, высказывания, то есть, про всяких черножопах и так далее, я просто молчу. Но если человек может так говорить, это не то, что меняется. Это означает, что это, вот, находится внутри него, это его взгляд на мир. И, конечно, ну, организация, которая стоит, там, на либеральных или на левых позициях, никогда не может такого человека поддержать. Мы можем рационально, там, говорить, выгодно или невыгодно его сейчас поддерживать именно для того, чтобы расшатать систему. Что нам выгоднее, его успех или неуспех. Но быть его сторонником, это означает разделить те же самые ценности. Илья, вы один из создателей форума «Свободная Россия», основателей. Пять лет уже как существует форум «Свободная Россия» и вот регулярно съезжались, очень интересные, влиятельные люди, оппозиционные мыслящие. А в этом году, я так понимаю, нет, потому что коронавирус, вот, он все подпортил. Илья, вот, я не знаю, можно ли сравнивать, насколько это корректно, но все-таки хотелось бы снова вернуться к сравнению с Белоруссией. Потому что, вот, вроде, там протестные настроения-то были, они были очень сильные, а вот лидерство, вот, в таком понимании, привычном для нас понимании, не оказалось. Вот, насколько сегодня, если вдруг какие-то протестные настроения возникнут в России, ну, по каким-то причинам, не знаю, ну, вдруг случайно это произошло, можно ли сейчас вот назвать, ну, пусть три-четыре лидера российской оппозиции, не знаю, пять, ну, одного, не знаю, которые, вот, смогли бы повести за собой людей, но не просто повести за собой людей на баррикады, потому что, опять же, возвращаясь к опыту Беларуси, иногда этого недостаточно. Просто есть ли какое-то другое видение России, другой проект России, если хотите, вот, вот, он где-то вызрел, может быть, потому что ведь среди даже тех, кто, вот, принимает участие в форуме «Свобная Россия», очень же много думающих, интеллектуальных людей, которые очень хорошо разбираются в политике, в экономике, и, казалось бы, ну, сам Бог велел им написать что-то подобное, создать и продвигать это. Удивительно, вот, может быть, я, может быть, я просто что-то не то читала просто. Нет, вот, Людмила, очень приятно говорить, что, называется, субдообразована правильно все понимающим человеком, потому что это как раз основная проблема, которая есть у оппозиционных движений, на самом деле, и в России, и украинских политических сил, и у Беларуси. Это все одинаково, это проблема всего постсоветского пространства, это такая идеофобия, значит, это стремление группироваться вокруг каких-то там ярких лидеров, которые что-то в короткую там обещают, какие-то там преобразования, реформы, значит, или наоборот контрреформы, но у которых нету никакого образа будущего. Никто не выдвигает образ будущего. Вот, Зеленский в фильме своем нарисовал какой-то образ будущего, народ это возбудило, потом оказывается, что на самом деле он его не делает, да, то есть, вот, и тоже это все уходит в какое-то мелкотемье, и нету вот этого, значит, там, стратегического движения. И это вот, про предыдущий вопрос относительно Навального, это моя как раз основная претензия, потому что я считаю, что очень много вот таких либеральных лидеров, ну, там, значит, Навальный, нацдемовский лидер, то есть, вот, то есть, вот, к условно вот этому право-либеральному флангу российской оппозиции, они все время, они понимают, что их взгляды не популярны, значит, не надо про взгляды, давайте, вот у нас сейчас враг есть, вот это, вот, вот враг, вот он ворует, вот надо прекратить, чтобы они воровали, да, значит, надо разрушить эти стены, как, значит, в известной песне, которую, кстати, левые поют, вот, и который был гимном в Беларуси, вот разрушим эти стены, они рухнут, вот, а потом, значит, мы будем думать о том, что мы будем делать, вот, там, мы должны, там, добиться честных выборов, да, то есть, а вот там народ сам решит, в какую сторону идти, вот, фигня это, и обман народа, такого, такого рода позиция, и простые люди это понимают, и поэтому они за такой оппозицией и не идут, потому что у них есть опыт 90-х годов, когда им уже говорили, вот, там, значит, Советский Союз разрушим, а дальше сядем на свободные выборы, вот, все будет по-честному, и вот тут вот, значит, заживем, ночью-то, и почему-то все не зажили, вот, а единственное, где хоть как-то это развалилось не до конца, была та самая Беларусь, где там очень быстренько все это со свободными выборами прикрыли, и люди боятся, что то немножко, немногое, что у них в руках осталось, что оно и это у них заберут, и в этом является, на самом деле, основной вопрос, вот, на этих самых форумах «Свободная Россия», там, коллеги, не дадут соврать, я вот, основное, что все время говорю, вот, ровно это, что пока не будет какого-то видения этой прекрасной России будущего, пока каждый гражданин России не сможет ее на себя примерить, никаких преобразований не случится, ну, в крайнем случае, просто по естественным причинам может рухнуть путинский режим вместе с самим Путиным, он смертный человек, он когда-нибудь помрет, он помрет, но то, что будет на его месте, на мой взгляд, будет только хуже, он не будет лучше, потому что если будет на его месте Навальный, который заменит место Путина на себя, ну, переключит финансовые потоки на своих людей, то точно так же будет контролируемая абсолютно политическая система, ну, значит, какие-то люди, которые сейчас там против Путина, они в эту обойму попадут, какие-то люди, которые сейчас за Путина, они, наоборот, из этой обоймы выпадут, ну, и как бы и все, ну, то есть, кровати поменяли, вот, девочки, в общем, все на самом деле те же самые остались, а как был бордель, так вот борделем и останется, и ничего нового на этом месте не возникнет, потому что только идея является тем мерилом, по которому можно понимать направление движения политической силы, и оценивать, насколько она там исполняет свои обязательства, и не личности должны быть там, у кого сколько фолловеров в Твиттере, или там на Инстаграме, или теперь там в Клабхаусе, вот, а вот насколько этот человек способен это самое видение будущего выдвинуть, и насколько он ему верен, насколько он последовательно его реализовывает, а это отсутствует полностью. Вот еще интересный вопрос по поводу идеи и действий. Вот некоторые российские эксперты говорили мне, что Навальный не мог не вернуться, потому что он человек действия, он не человек идеи. А вот с идеей, собственно говоря, можно из любой точки доносить свои идеи. Вот в отношении идей, насколько сегодня оппозиционные люди, которые находятся в разных странах мира, доносят свои идеи до России? А это же на самом деле сейчас уже несложно. Ну, пожалуйста, даже тот же Ютуб существует, и люди смотрят. Существует ли какое-то понимание, а вот тех людей, которые интересуются идеями, которые пытаются донести, там, люди за границей, и можно ли по-настоящему быть, если хотите, оппозиционным политиком, находясь за границей, но почему нет, если это идея, например, если это не действие? Или не знаю, вот... То, что оппозиционным политиком, находясь за границей, быть можно, 100% доказала человеческая история многократно. Тот же самый, там, Владимир Ильич Ленин, там, сидел за границей все время, приехал уже после революции, и как бы тут-то все и началось. То есть, да, идея, конечно, это вещь гораздо более мощная, чем любое действие. И, опять-таки, в человеческой истории есть большое количество примеров тому. Другое дело, что любая идея должна перейти в действие, но любое действие будет намного более сильным, если оно базируется на идей. Сейчас, да, ничто не мешает общаться, но идей нет. Это очень просто. Потому что 90% оппозиции либеральная. Это не те идеи, которые хочет слышать российский народ. Да уже, наверное, они не так актуальны в мире. Они же сейчас переосмысливаются тоже каким-то образом. Нет, они, безусловно, актуальны. Это одно из самых актуальных направлений человеческой мысли и экономических знаний тоже. Ну, то есть, только все же развивается волнами. Сначала маятник идет в одну сторону, то он очень сильно уходил там, в глобальном плане, там, начался в сторону этого Вашингтонского консенсуса и так далее. То есть, сейчас маятник идет в другую сторону. И в отдельно взятом постсоветском пространстве 90-е годы, когда очень сильно реформы в одну сторону, естественно, потом он должен уходить в другую сторону. Будет время, когда либералы будут популярны. Обязательно будет. Тогда, когда власть вернется сначала в руки сторонников левых взглядов, и они что-то там сделают из своих идей, рано или поздно это тоже людям надоест. И рано или поздно этот маятник опять пойдет в другую сторону и опять вынесет людей более правых взглядов. Это нормально абсолютно. Но для того, чтобы либералы стали популярны, власть должна сначала перейти в сторону левых. Это тоже. Иначе они всегда будут нести ответственность за все непопулярное, что происходит вокруг. Это нормально с точки зрения общественного мнения. И не надо этого бояться. Это вот если либералы хотят стать популярными, дайте возможность людям других взглядов реализовать свою позицию. Не говорите, вот мы тут такие крутые, мы делаем непопулярные реформы, мы этим гордимся. И будем любой ценой настаивать на своей позиции. Нет. Люди должны решать, что они хотят. Если люди оценивают что-то негативно и это непопулярно, значит люди этого не хотят. Дайте возможность сделать то, что люди хотят. Они могут разочароваться после этого. И тогда перейдет к вам. Тогда то, что сейчас является непопулярным, через 5 лет, через 10 лет, наоборот, будет обществом очень сильно востребовано. И тогда все будет по-честному. В этом и есть суть демократии. Но вот мы смотрим на фейсбук, он доминируется людьми в общем взглядов либеральных. То есть каждый раз, когда мы что-то пишем про какие-то идеи, ну там 5 лайков, 10 лайков и так далее. Когда пишем какую-нибудь фоточку красивую, то есть запиливаем, да, там сразу тысяча лайков. Это, собственно, ответ, готово ли это все распространяться. Нужны другие каналы коммуникации, говоря языком политтехнологий. Нужна газета, через которую можно доходить до неполитизированных людей. То есть настоящая классическая газета, которая в руки работает. Да, абсолютно. Потому что аудитория соцсетей, эта аудитория политизирована. Там существует определенный крен в одну сторону, но это абсолютно не соответствует большинству населения. А большинство населения не находит того, что там интересно, и оно там дальше и не читает. Никто не запрещает это читать. И существуют, в том числе, например, и левые националистические газеты, у которых есть онлайн-версия. Но туда ходит очень ограниченное количество людей, потому что они не политизированы. То есть у них есть свои ежедневные вопросы и проблемы. Они будут в интернет ходить, там, не знаю, рецепты какие-нибудь там посмотреть, программы телепередачи на завтра. Но они не за политикой туда идут. Возможность есть, а желание ходить на политические сайты нет. Пока им не принесешь в руки, не дашь прочитать, они этим не заинтересуются. Но опять-таки это человеческая психология. Илья, вы сказали замечательную мысль, а я по глупости вас перебила. Потому что, я ее повторю, да, вы сказали, что доносить-то можно, но идей нет, потому что либеральные идеи сейчас не могут быть популярны в России. Это, на самом деле, очень интересное. Ну, это мысль, мягко говоря, не нова, да. Неважно, но просто вот очень интересно, что вы ее подчеркнули, потому что ведь это действительно так, и что тогда с этим делать, как вы думаете? Да ничего, но я говорю, то есть просто... Оставим как есть. Ну, это медицинский факт. Просто можно идти путем, там, обмана народа и пытаться либеральную конфетку, значит, каким-то шоколадом вокруг популистическим обмазать и пытаться людям, значит, ее впихнуть. Но, то есть, если внутри конфетки говно, конфетка целиком будет говном, извините. И, то есть, народ это очень хорошо понимает и уже отказывается это потреблять. И именно поэтому, если посмотреть уровни поддержки того же самого Навального, безумная поддержка очень высокая вот в этой политизированной среде и огромный антирейтинг в среде простых людей. Там говорят, вот, значит, телевидение промыло мозги и все прочее. Но это же тоже такой подход пренебрежительный по отношению к своим собственным согражданам. То есть, считать их тупыми просто идиотами, которым, то есть, там, кто хочет, промывают голову. Это абсолютно не так. Просто люди исходят из простой житейской мудрости. И они помнят, что в последний раз, там, когда Ельцин шел к власти, вот, было так же. Вот, человек шел против привилегий, значит, против табинклатуры, против воровства. Мы все сделаем по-честному. И вот получилось, соответственно, то, что получилось. Поэтому они очень боятся, что их обманут. И небезосновательно боятся. Они смотрят на человека, они смотрят, с кем он общается, смотрят, кто его поддерживает. И говорят, знаете, как-то вот мы не уверены, да, то есть, в том, что это будет то, что нужно. И это очень опасно. Илья, ну, еще одна тема, это санкции. Санкции, которые стали, ну, они и были раньше инструментом политики, но сейчас создается такое впечатление, их становится все больше. И иногда возникает такое чувство, что их эффективность, ну, не всегда остается такой достаточно, я бы так сказала. Почему я хочу об этом вспомнить? Потому что вот новые санкции против России, они вводятся, обещают еще новые санкции. Вот неожиданно яркое было событие, когда сам государственный секретарь заявил о санкциях против украинского олигарха Игоря Коломойского. Это вот традиция ведь в Америке какая. Вот многие же там украинские, там очень богатые люди, не въездные в Америку. Да, это знали, но никто это не комментировал. Они это знали, может быть, в Америке это знали. И как бы никто вообще не поднимал это там в средствах массовой информации. И вдруг вот такое яркое заявление, что вот санкции против Игоря Коломойского и там против его семьи. Вот санкции как инструмент, вы же вот их в разных могли моментах наблюдать. Вот как с вашей точки зрения они повлияли на Россию? И как вы думаете, они могут повлиять на Украину, на политическую ситуацию в Украине, на украинских олигархов, на украинский олигархат? Я не знаю, правомерно ли будет такое сравнение. Я вот еще позволю себе немножко дольше задать вопрос. Потому что ведь даже на Западе некоторые эксперты что говорили? Что мы ведь что хотели? Мы ведь хотели вести санкции, чтобы окружение Путина от него отказалось. И там случился, условно говоря, государственный переворот. А получилось, что окружение Путина поняло, что вот может быть дома и надежнее там под его там крышей защиты. А он нам за это все компенсирует из государственного бюджета. Но как-то и вот так вот. Я не знаю, можно ли это будет экстраполировать каким-то образом, сравнивать с Украиной. Не знаю. Но вот мне интересно ваше мнение. Ну, на самом деле, вы абсолютно правы относительно российской реакции. То есть, пока санкции Россию скорее укрепили, чем ослабили. Не Россию. Россию они, безусловно, ослабили. Потому что они решают Россию как страну будущего. Но Кремль и Путина они усилили. Именно вот по этой самой причине. Потому что эти санкции, они, так скажем, неизбирательны в отношении российского народа. А это толкает его в сторону вождя. Потому что народу-то деваться некуда. Он же не может там уехать и так далее. И поменять эту власть он не в состоянии. Поэтому ровчат. Но, значит, охотно покупает теорию о том, что вот вокруг нас враги. И тем самым это только увеличивает рейтинг действующей криминомской власти. А то, где эти санкции могли бы быть эффективными. То есть, санкции в отношении путинского окружения. Которое там зависит от Запада. Которое туда ездит. У которого виллы, там дети, там щита и все остальное. Там это вот выковыривание изюма из булки. Причем в отношении людей довольно далеких от Путина. То есть, когда там накладывают санкции, не знаю, на Дерипаску и Виксельберга. Ну, явно не самых близких к первому лицу олигархов. То, значит, окружающие другие олигархи на это дело смотрят. И видят в этом, прежде всего, конкуренцию в алюминиевой отрасли. А не, значит, политический какой-то хитрый план. Накладывали бы на тех, которые действительно к вождю близки. И могли бы на него повлиять. Но я просто не считаю, что Запад искренне хочет смены власти в России. Почему? Ну, они боятся этого. Они боятся непредсказуемого развития событий. Они боятся распада России, ядерная держава и так далее. Они хотят, чтобы Путин сменил свою политику. Они хотят, чтобы он притормозил. Но им гораздо проще договориться с Путиным, чем допустить какую-то революцию в стране. Ну, это мне так кажется. Но в отношении Украины ситуация совершенно другая. Потому что Россия, как вы правильно сказали, Кремль, он в условиях точечных санкций. Он просто тем, который попадает под санкции, начинает раздавать какие-то плюшки. И поэтому там даже определенная очередь есть. Я тоже хочу под санкции. Потому что, значит, взамен я получу там большие госконтракты, то есть карьерное продвижение и все прочее. Пока это точечные, пока можно удовлетворить. Это будет работать. Если это будут там тысячи человек, то это невозможно удовлетворить. А пока их там десятки людей, то это, значит, работоспособно. В отношении Украины ситуация другая. Потому что куды печь товарищу Колобойскому? Ну, теоретически, наверное, он может там назад перебраться в Израиль. Да, то есть, где он тоже, значит, является гражданином. Там, вполне возможно, будут свои, значит, уголовные дела. Поэтому, как-то так, кольцо, что называется, сжимается. Но я бы обратил внимание на другой момент относительно этих санкций, которые мне кажутся интересны. Если вы обратили внимание на Коломойского, санкции наложили не за Приватбанк и там даже не за американские его все дела. Потому что американское правительство считает, что Приватбанком уже занимается лондонский суд. И, значит, там есть юридический, нормальный идущий процесс. Значит, Кливлендом занимается ФБР. И там есть нормальный идущий процесс. А на него наложили санкции, наверное, едва ли не за единственное, что он сделал по-настоящему хорошему в своей жизни. Когда он защищал страну от российской агрессии, будучи во главе Днепропетровской администрации. И, мне кажется, главный сигнал в этом смысле, он не к Коломойскому. Он, на самом деле, к Зеленскому. И даже, скорее сказать, к окружению Зеленского. В Америке то, что я видел за, особенно, последние полгода, начинает нарастать ощущение, что при том, что вроде Зеленский там честный, нормальный парень, очень искренний, который хочет там добра и так далее. Но в отношении окружения Зеленского возрастает скепсис, что нет ли там какого-то крысятничества, там желания чего-то как-то для себя, значит, сделать и так далее. И, мне кажется, это вот сигнал в ту сторону. О том, что, ребят, даже если вы свои сукины сыны, то терпеть эту ситуацию мы не будем. Вас это догонит потом. Даже если вы сейчас действуете в русле американской политики, западной политики и так далее, но вас это может догнать. Мне кажется, в этом является основной смысл того, что случилось. Ну и, Илья, в качестве прогноза, вот недавно вышла большая статья Евгения Гондмахера, который рассматривал, российского экономиста, который рассматривал будущее России, исходя из предыдущего какого-то исторического экономического опыта. И вот несколько цифр, которые я взяла из его статьи. Вот на сегодня фонд благосостояния России 13 триллионов. 600 миллиардов долларов за золотовалютные резервы. И 19% от ВВП – это суверенный долг. То есть, в принципе, если посмотреть на эти цифры, то, по большому счету, власти крепко, по большому счету, если опираться на эти экономические показатели, как никогда. Да. И в этом смысле, ну, Путин может находиться у власти вечно. Вот в качестве прогноза. Потому что мы-то привыкли, что вот мы бесконечно это слышим, что вот-вот и там Россия, конечно, рухнет. Ну, может быть, и мы-то в Украине не хотели бы этого, но вот надо же объективно просто оценивать ситуацию. Вот в этом смысле ваш прогноз. Знаете, я помню, когда Роман Абрамович купил Челси, начал накачивать ее деньгами, поскупал кучу игроков, тренера, значит, все остальное. У него начались беспроигрышные серии. И вот там что-то там, значит, 10 матчей, когда Челси не проиграла ни одного матча, и, наконец, на 11-й, значит, он кому-то проиграл. И вот я был в это время в Лондоне, я видел, значит, спортивную передачу, там трое таких сугубо английских таких, значит, комментаторов, то есть, со своим произношением. Говорят, а-а-а, у нас в стране деньги не все решают. Вот. Это, на мой взгляд, примитивный монетаристский подход, мерить там стабильность режима по золотовалютным резервам и так далее. И вот Евгений Гантмахер, да, то есть, мой хороший приятель, он все время завис в таком. Он, с одной стороны, вроде как такой левоватый, то есть, он все равно трудовые права, там, про это, значит, все говорит. С другой стороны, он вместе с Кудрином, который, значит, один из архитекторов всего этого. Он, вот, монетаризм, это заразная болезнь, да, то есть, которую вот он от него, значит, подхватил. И сила режима не в золотовалютных резервах. Сила режима удовлетворенности или неудовлетворенности населения в своей жизни. Вот в соотношении того, как люди ощущают свою жизнь сейчас, и как они считают, они могут жить завтра. Если у людей есть надежда на то, что завтра будет лучше, или страх о том, что от перемен, значит, все может провалиться, режим стабилен. Как только, значит, будет ожидание, что если мы что-то сделаем и будет лучше, или что если мы что-то не сделаем, то будет существенно хуже. Вот тогда, значит, и, собственно, то, что Путин все время делает, его главная сила, это не золотовалютные резервы, его главная сила, действительно, это первый канал российского телевидения, там, НТВ и все прочее, которые говорят, ребята, может быть, мы не идеальны, но если будет Навальный, будет жопа. И вот, посмотрите, в 90-е, вот они будут делать то, что было в 90-х, и будет вот такая жопа. И это не только при Путине, посмотрите, Лукашенко. Делаешь не только там в лидерстве, в белорусской оппозиции, хотя это важный фактор, я уверен, что был момент, когда если бы был действительно на улице человек, который мог бы призвать, пошли штурмовать сейчас дом правительства, значит, то есть и все бы это закончилось именно тогда. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вот в этот координационный совет, который они сделали, они включили там одного представителя трудовых коллективов и кучу какой-то, значит, либеральной интеллигенции. А это же дало очень сильный сигнал большинству населения, кого будут слышать, если власть сменится. И в итоге только-только начинавшееся там забастовочное рабочее движение антилукашенковское, которое могло бы действительно привести к смене этой власти, оно захлебнулось, потому что они не почувствовали, что альтернатива будет их, они почувствовали страх о том, что те, кто придут на смену, они могут там устроить вот очередной реанимационный пакет реформ, в результате которого, то есть пойдут тарифы, значит, пойдет безработица, там приватизация, закрываться эти предприятия и так далее, ну его нафиг, лучше пусть, значит, с этим усатым диктатором, то есть который может быть там не идеальный, но зато с ним все понятно. И вот это вот момент, который является принципиально важным, он для России ключевой. Справедливости ради, должна сказать, что Евгений Гондмахер тоже не считает это основой стабильности, да, вот все эти цифры, это просто для себя выписало, чтобы у вас спросить, как вы... Нет, он на самом деле, он, к сожалению, он считает, что это принципиально важно, как очень многие экономисты, которые находятся вокруг Кудрины, вот вообще вот в том лагере, в лагере, Кудрины тоже такой умеренный оппозиционер на данный момент, то есть он там что-то критикует, там Путину говорит и так далее, но это болезнь вообще, которую наше общество, все, и украинская, ну точнее власть, да, элита, да, то есть подхватили после распада Советского Союза, да, то есть что бабло побеждает зло, да, то есть вот этот вот вирус, это совершенно не так. А вот у Трампа, у Трампа, если бы не коронавирус, его же экономические, по большому счету, успехи, они бы сделали его президентом. Ну, правильно я говорю, что... То есть тут же есть связь? Нет. Конечно, есть базис материальный, да, то есть который определяет эту историю, но это материальный базис в кармане у простого человека, не в закромах государства. А, это существенная разница, да. А что у тебя в собственном кошельке, конечно, именно это и определяет, ну то есть просто простому россиянину от золотовалютных резервов реально ни холодно, ни горячо. Ну, это правда, да. Илья, спасибо вам огромное, мы были очень рады вас видеть, как всегда. Спасибо большое. Аналогично, спасибо. Илья Пономарев был сегодня у нас в студии, за что мы ему страшно признательны. Конечно, мы признательны вам, нашей спонсорной платформе Патреона, нашему другому партнеру, Медицинскому центру призма. Оставайтесь с нами. Спасибо.